Сейчас говорили об Афганистане, вы написали книгу «Цинковые мальчики» на основе рассказов матерей, потерявших своих сыновей. Ну, тоже страшная книга, кстати. Вы думали тогда, задумывались над несправедливостью вот этой советской системы, ведь у многих это были единственные сыновья, единственные дети. И погибали они где-то в чужом краю, вообще неизвестно за что. Вы знаете, во-первых, книги не только рассказы матерей и жён. Там и рассказы самих ребят. И книга, она сделана на столкновении женского и мужского взгляда. Вот в этом главная как бы пружина, сюжет внутренний этой книги. И в это время, я думаю, что Афганистан и Чернобыль, это были два таких события, которые похоронили Советский Союз. И меня опять-таки, что касается Афганистана, не интересовал главным образом. То есть это было, но это не главное в книге. Это не литература, если делать о том, говорить, какие плохие советы, что они делали, посылали единственных детей. Нет. Книга о другом. Книга о том, как людей, в общем-то, заставляет убивать. Как вроде бы культура героическая, культура Второй мировой войны, когда они защищали свою родину, как она превращается совершенно в обратное. То есть они приходят на чужую землю и приносят сюда какой-то социализм, который у них уже кончается, да. И они, в общем-то, ничего не понимают. И у них только как у щенков остается одно желание – не погибнуть, вернуться к маме. И вот эта острота человеческих ощущений, вот эти новое оружие, ведь человек очень зависит от оружия, да. Вот когда он говорит, вот я был бы обычный мальчик, а вот меня одели в военную форму, дали автомат, я залез на броню, и я уже хозяин. Я вдруг себя не узнаю. От того интеллигентного мальчика ничего не осталось. Понимаете, здесь целый веер того, как, что мы пленники, особенно мужчины, культуры войны. И как из этого круга трудно вырваться.